Всем привет, друзья! С вами Михаил, игра Idle Heroes. Сегодня в видео буду подводить определенные итоги в игре и расскажу, какие планы на будущее в связи с тем, что начинаю упираться в определенные проблемы. Не забывайте подписываться на канал. Самая лучшая поддержка, лайки и подписка, друзья. Итак, для тех, кто будет смотреть впервые, кто смотрит постоянно мой канал, знает, я выбрал себе тактику прокачки одного максимального дамагера в максимально возможный вариант. Дальше начал делать саппортов и вот так развивался. Кому интереснее предыдущих видео и на стримах, можете посмотреть. Итого, это у меня, по-моему, 46 неделя или 45 началась игровая. Результаты по основным локациям такие, вихры пустоты, уровень потусторонний, да, или как он у нас называется, покоритель. Максимально, что у меня получилось доходить, это до третьего. Дальше я упираюсь в то, что мне не хватает или контроля, или щитов. Вроде по дамагу все нормально идет, но просто уперся и все. На стриме даже пробовал тратить алмазы. Бесполезно. Врата королевства 110 уровень более или менее комфортно. Где-то 90% проходится с первого раза. Почти идеальный вариант. Для набора ресурсов. Но все так же с людьми и с тьмой бывают мисклики. Ну, точнее, нас побеждают. Со второго раза мы спокойно проходим. Но в идеале надо проходить с первого раза. Дальше в ковчеге пустоты довольно-таки неплохо получается набирать материалы. Недавно выкупил заново магазин за счет прокачки персонажей. Тоже есть отдельный гайд по поводу качества и количества. Нормально вроде начинаю разгоняться. Компания пустоты. На стриме, когда проходил контент, можете посмотреть, уперся в 1.6.1. И сегодня с утра на телефоне вроде шикарно получилось хум-янгов пройти. Все опять же упирается не в БМку, а скорее не хватает уже на стройке команды. Друзья, не хватает или опять же как и в Вихре и в остальных локациях. То ли щитов, эту проблему может решить Фрея, или контроля. Или контроля, а это через пупцы или через бети. Короче, есть над чем задуматься. Арена PvP мне особо не интересна. Я даже вам показывать не буду. Земля, печати. Вот такие вот результаты. Самое пройденное. Естественно, 26 этажей. Это тьма. За счет Аспина. Башня, забвение. Очень шикарно. На последнем стриме мы шестую глубину вообще пролетели. Буду пробовать в следующий раз седьмую. Тоже хороший буст это все дало. За счет того, что получилось на халяву через храм душ бесплатку получить Б-копию королевы. И это очень хорошо ускорило атаку. Определенный застой был подземелья Аспина. По уровню прокачки Аспина, которым я прохожу, собственно говоря, его имени подземелья. Вполне себе возможно пройти. Попробую на стриме мне подсказали на скорость поставить. Два раза упирался в пачки с Роганом. И, по-видимому, они меня разбирали за счет скорости. Посмотрим. Ну, чистилище. Максимальный уровень 46 я прошел. На сервере четвертый результат. Посмотрим. По ощущениям можно 50 спокойно закрыть. Это тоже немножко бы бустануло нас. Ресурсов больше бы получали. А, собственно, это и есть тактика. И путь, по которому идут флейтоплавные игроки везде, где только можно. Надо стараться цепляться за локации, где дают дополнительные тебе ресурсы. В той же компании пустоты это надо как можно быстрее 1.7 проходить, чтобы начинать получить синьку. Это тоже очень хорошо бустануло бы аккаунт. Итак, друзья, вот такие результаты за счет этой тактики. И какие планы на будущее? Очень, повторюсь, не хватает или контроля, или счетов. Другой вариант – это просто мега выкачка. Опять же, все ресурсы вкинуть в Васпина. Например, прокачать ему 120 уровень, забрать за испытания дополнительные материалы, начать арендаторов докачивать, вкачать ему все ветки, вкачать ему ядро его и попробовать так. Но, друзья, меня этот вариант как-то не сильно вдохновляет. В аналогичном проекте, который копия Trails of Heroes, копия Idol Heroes, играю я там более 6 лет и, собственно говоря, там показывают себя однозначно. Строй побеждает, а не герой 1 супер-супер сильных. Саппортов очень теперь мне хочется прокачать как можно быстрее, начать с королевы, прокачать ее на 400 уровень, чтобы по скорости ее хотя бы в выбранном строе сделать так, чтобы она ходила раньше. Здесь мне, собственно, не так много надо. Здесь на настройках таких 2000, а у Аспина 265. Он здесь без скорости во всем стоит в снаряжении. 165 не так много. Было бы шикарно хотя бы сделать в ближайший месяц-два, чтобы хотя бы королева первая ходила и за счет своих бафов разгоняла моего Аспина. Плюс королева это арендатор у Аспина. Качаем королеву, еще ему БМ-ку поднимаем, атаку, ХП. И скорость, конечно, мы ему за счет этого тоже будем прокачивать. Но этот вопрос, скорее всего, тоже буду решать, друзья. Как только докачаю себе второй колокол, я, наверное, буду качать зеркало. Зеркало тоже немножко добавляет скорость. Не так, наверное, эффективно, как колокол, но в зеркале, в артефакте есть там скорость. Это тоже может позволить кое-как улучшить настройки за счет этого артефакта. Там плюсы энергии тоже есть. И снижение увеличения урона, снижение невосприимчивости цели к контролю тоже очень бы хорошо, наверное, с Аспином сочеталось. Понимаю, что надо, наверное, два зеркала в идеале. Но надо с чего-то начинать. С чего-то начинать. Такие планы. Есть, конечно, еще вариант, еще один вариант. Прокачать себе героев, людей и дерево, не дерево, а зелень. И начать скидывать с Аспина. Прокачать сначала Аспина на 120 уровень и дальше начать все фракции, чтобы закрыть вот это испытание и получить за каждую фракцию дополнительные ресурсы. Ребят, я все-таки сторонник, наверное, все постепенно это сделать. Я бы хотел сначала, наверное, королеву по скорости настроить, а потом уже Аспина докачивать. Не знаю, потом, когда со временем набрать всех персонажей, всех фракций на максимальную выкачку, тогда уже заняться этой перекидкой. Такое у меня представление. Пишите в комментариях, как вы видите развитие особенно Аспиноводы. Это весьма популярная тактика прохождения этой игры через Аспина и его команду. Будет интересно узнать ваше мнение. Ну, в общем, интересно. Но очень, наверное, много времени надо будет. Наверное, месяца три хотя бы, чтобы королева обогнала по скорости, а может и быстрее, по скорости Аспина. За это время, наверное, месяца три мне хватит, чтобы набрать материалов и уже начать качать фрею. За это время, наверное, буду потихоньку-потихоньку выкупать уже даже не арбузы, а переключусь на ядро. И как только сделаю фрею, наверное, сразу поставлю ей ядро, чтобы использовать в бою. У меня очень шикарное ядро. Такое мое мнение. Надеюсь, видео вам понравится. Пишите в комментариях свое мнение. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой, всем бобра добра и до встречи в следующих видео.